В Новосибирской области прошел конкурс на лучшее бомбоубежище. Первое место у ТЭЦ-5. В защитном сооружении могут укрыться до 800 человек. В подземном городе, где можно прожить целый месяц, не поднимаясь на поверхность, побывала Елена Щербакова. Кабинеты, коридоры. Кажется, обычный офис, только без окон и под землей. Рядом со столами, кровати, огромные баки с водой. Здесь есть все необходимое, чтобы укрыться на несколько дней. Даже если весь Новосибирск останется без света, здесь бомбоубежище электроэнергии хватит еще на 30 суток. Все благодаря вот такому мощному генератору. Размеры впечатляют. Его пришлось собирать на месте по частям. Построили бомбоубежище еще в 80-х. Правда, тогда нарушение норм привело к затоплению грунтовыми водами. Несколько лет помещение было под водой, и только теперь его привели в порядок. Даже простой пример, если мы возьмем, вот видите, на дверях, вот такие вот резиночки, да, то есть как в производстве как таковых нет, то есть, ну, находили коврики, вырезали, и вот уже фактически больше 10-12 лет она не теряет свою герметику. По назначению бомбоубежище еще ни разу не использовали. Оно пригодится только в случае военных действий и при химической атаке. Пока же здесь проводят только учения. Елена Чербакова, Александр Егоров, Новости ОТС.